Добрый день! Здравствуйте! Сегодня я записываю последнее видео из своего цикла «От Петербурга до Байкала на машине». Честно говоря, я уже съездила в свою следующую поездку. В этом году мы доехали аж до Владивостока, но это уже другая история. Сначала я должна вам рассказать о Татарстане, о том, о чём я хотела рассказать вам ещё раньше. Если вы услышите слова «третья столица России», о каком городе вы подумаете? Понятно, что столица России – это Москва, все мы знаем. Обычно, когда говорят «вторая столица России», всем понятно, что имеется в виду Санкт-Петербург. Так вот, город Казань зарегистрировал товарный знак, бренд для привлечения иностранных инвестиций. Товарный знак «Казань – третья столица России». Сначала это показалось нам странным, показалось нам странным, когда мы это услышали. Но когда мы приехали в Казань, мы поняли, что, наверное, этот город заслуживает такое название. Ну, обо всём по порядку. Сначала несколько слов о республике Татарстан. На самом деле Татарстан – это не окраина России, как некоторые думают, и не Азия. Расположена эта республика в европейской части России. И здесь сливаются, сливаются, то есть сходятся вместе две самые крупные реки Восточной Европы, две самые большие реки Восточной Европы – это Волга и Кама. И с севера на юг протяжённость республики Татарстан – 290 километров, а с запада на восток – 460 километров. И люди здесь жили давным-давно. Говорят, что первые поселения, первые места, где жили люди, здесь появились ещё в 8 веке до нашей эры. Представляете, как давно? Намного позднее, уже в 10 веке нашей эры, здесь появилось государство, которое называлось Волжская Булгария. Не нужно путать с Болгарией. Это государство называлось Волжская Булгария. В 13 веке монголы Чингисхана завоевали это государство. Монголы захватили Булгарию и сделали её частью Золотой Орды – Улуса Джучи, той самой Золотой Орды, в состав которой входила и Россия. То есть это государство стало частью Золотой Орды. В 15 веке Золотая Орда распалась, то есть не стало больше Золотой Орды. И здесь было образовано Казанское ханство. И вот это Казанское ханство хотело строить отношения с соседями, с соседними государствами. То есть хотело иметь какие-то отношения с соседними государствами, в том числе и с Россией. Но в середине 16 века, примерно через сто лет, в Московском царстве, в Московском государстве в это время царём был Иван IV, Иван Грозный, как его называют. Так вот, в середине 16 века русские захватили Казань. И Казанское царство, Казанское ханство тогда вошло в состав России. Казанское ханство стало частью России. Сначала оно называлось Казанским царством, а потом, когда императором России стал Пётр I, стало называться Казанской губернией. Губерния в то время, это примерно как область сейчас. То есть здесь была Казанская губерния. И вот название Татарстан не было, не существовало до 20 века, до 1920 года. Уже после Октябрьской социалистической революции, через три года после революции, была образована Татарская автономная советская социалистическая республика. Была она образована в 1920 году. И так она называлась до 1990 года. В 1990 году эта республика стала называться Татарская советская социалистическая республика. А ещё через два года, в 1992 году, она получила название Республика Татарстан. И сейчас тоже называется Республика Татарстан. Как вы думаете, сколько человек проживает в этой республике? Здесь живёт примерно 4 миллиона человек. И что интересно, большая часть из них, примерно 77%, живёт в городах. Сейчас здесь два государственных языка – татарский и русский, два равноправных языка. И здесь действительно многие люди говорят по-татарски, в отличие от других автономных республик, где почти все говорят по-русски. Татарстан – один из самых экономически развитых регионов России. И основной ресурс здесь – нефть. Когда едешь по Татарстану, видишь везде нефтяные вышки. И группами нефтяные вышки работают, и можно увидеть, как на какой-то полянке одна нефтяная вышка трудится, работает. То есть нефтяные вышки везде. В республике есть свой президент. То есть есть президент России, а есть президент Татарстана. Есть здесь свой парламент, называется Государственный совет. Есть свой кабинет министров и свой премьер-министр. Население Казани, то есть количество людей, которые здесь проживают – это миллион двести тысяч человек. То есть мы говорим город-миллионник. Находится Казань на берегу Волги, и здесь еще протекает река Казанка. Не такая большая, как Волга. Как появилась Казань? Есть легенды о появлении Казани, о возникновении Казани. Этих легенд несколько. Мне больше всего нравится, как говорят, самая древняя из них. Когда люди хотели найти место для города, они долго не могли выбрать, где построить этот город. И они решили обратиться с вопросом, попросить совета у колдуна. Кто такой колдун? Колдун – это старый умный волшебник, который может делать всякие чудеса. Так вот, обратились за советом к волшебнику, и волшебник сказал такие слова. Он сказал, что нужно взять котел, такую большую кастрюлю, большой котел с водой, и посмотреть, проверить, где этот котел закипит без огня. Вода кипит, когда температура 100 градусов по Цельсию. Так вот, колдун посоветовал найти место, где вода в котле закипит без огня. И вот, ходили с этим котлом, искали, искали такое место, и, наконец, нашли. Конечно, и в этом месте, в том месте, где вода закипела без огня, основали город, начали строить город. И город назвали Казань, потому что по-татарски Казан – это котел. И вот здесь как раз есть даже здание, есть такой памятник в честь этой истории. То есть, в начале IX века здесь появилась крепость. В XIV веке здесь была уже большая крепость с мечетями. В XVI веке, в 1552 году, русские захватили Казань. Что они сделали? Мечеть разрушили и крепость переделали. Причём использовали для этого труд самых лучших мастеров. Использовали самых лучших специалистов. Казань – самый старый из крупных городов России. Казанский Кремль отреставрировали в конце XX века. И Казанский Кремль уникальный. Почему? Ну, во-первых, это единственная татарская крепость, которая сохранилась. Во-вторых, здесь вместе существуют разные культуры. Вы, например, на территории Кремля можете увидеть и главную мечеть Татарстана, и православный собор. Вот этот красивый Благовещенский собор. И они вместе практически рядом существуют, работают. Вы можете их посмотреть, можете зайти. Если вам интересна архитектура, то здесь вы увидите совершенно разные архитектурные стили. Говорят, что Казанский Кремль – это самая северная точка распространения исламской культуры в мире. Что еще интересного есть? Вот здесь, например, в центре Казани есть такое озеро Кабан. На гербе Казани изображен змей. Вы видите, что здесь змей. Так вот, говорят, есть такая легенда, что змейный царь, такой большой змей, спускается на берега этого озера, пьет из него воду и иногда даже топит неосторожных купальщиков, людей, которые здесь купаются. Почему он это делает? Потому что до того, как здесь появился город, в этом месте было много-много-много змей. И змеи были очень большие, очень толстые, как бревна. И люди опять же обратились к колдуну, спросили, что нам делать? Колдун посоветовал зажечь огонь во всех местах, где были змеи. И вот смог спастись, смог выжить только один змейный царь. И вот сейчас он прилетает иногда, чтобы сделать нехорошие вещи людям, чтобы отомстить. Еще об этом озере говорят, что на дне этого озера лежат ханские богатства, ценности татарского хана. Что перед тем, как Иван Грозный захватил Казань, эти богатства спрятали здесь в озере, спрятали на дне озера. И чтобы их найти, нужно знать секрет. Даже не один, а много секретов, чтобы достать эти ханские сокровища. Говорят, что многие пытались их достать, но результата не получили, потому что не знают главного секрета. Так они и лежат в этом озере на дне. На самом деле о Казани можно рассказывать долго-долго и очень интересно. Я думаю, что я вас чуть-чуть заинтриговала. И, может быть, когда вы поедете в Россию, вы захотите и сюда приехать. Ну вот, на сегодня это, пожалуй, и все. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. До свидания. До новых встреч.